Уже третий год Славутич живет без фестиваля авторской песни, самого поэтичного, музыкального, демократичного и ироничного фестиваля. Но благодаря энтузиазму славучан, в частности Валерия и Галины Сулимовых, фанатизму винницкого барда Байрака уже третий год подряд в конце августа в Славутище проходят бардовские концерты. Причем накануне официального концерта барды собираются на берегу реки недалеко от Славутича и проводят своеобразную репетицию. Я уверен, что Слава смотрит, я доволен. Вот когда здесь все, мы собрались, здесь у нас было десятка-полтора, наверное, человек. Просто мы приехали сюда, потому что мы не могли не приехать. Вот. И тогда получилось вот здесь какое-то намоленное место, вот на этом костероте просто попили песню. А потом это все-таки можно уже назвать, ну, по крайней мере, мини-фестом. Хотя это полнокровный фестиваль, потому что мы здесь. А потом были песни, признания в любви к Славутичу, воспоминания о Славе Вострякове, организатору более чем 20 фестивалей авторской песни в Славутиче, увы, ушедшему в мир иное. Три года назад. Друзья уходят как-то изначально. Друзья уходят в прошлое, как в сайте. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем поначалу. О старых вспоминаем поначалу. А 24 августа в парке собрались, увы, немного. Человек 60-70 поклонников авторской песни из Славутича и 15 бардов из трех стран. Белоруссия, Россия и Украина. На бардовском концерте прозвучали новые и старые песни, и, конечно, стихи. Дядюшка, подай-ка рок с вином. Ты сегодня неприветлив очень, собери народ. А мы с костром в этот раз в последние пахохочем. Люди! Вы всю единочку случайно не вытерли. За честь великую почту. Да, не все доступно к Левипитеру, что всегда дозволено. Белорус Ильинчик выступал одним из первых. А я почему-то вспомнил его песни, написанную еще в конце прошлого века, то ли в 97-м, то ли в 98-м году, «Славутическая мокрая», которую он сочинил за ночь в палатке, когда шел дождь. И тут же исполнил ее на фестивальной сцене. И тут же стал одним из главных героев нашего фестиваля. И получил прозвище «Леший». Вслед за ним выступала россиянка Мария Кирсанова. Очень волновалась, как поймут. Ой, хоть время прекратится, Ой, на то ты и берется, Ой, бродяжка, ой, сестрица, Ой, душа тебя растет. Приняли хорошо. Аморально ее поддержал Байрак, сказав, Ой, мумут, хороших людей здесь любят. Если ты любишь Славутич, значит, ты любишь Украину. Конечно, на концерте звучали песни на стихи великих бардов. Так Николай Кобец исполнил песню о Куджаве. А Алексей Ищук даже спел на стихи Тараса Григорьевича. Конечно, Шевченко. Витер взгаєм, розмовляє, Шепче засакаю. Пливе човен по Дунаю, Один за водою. Пливе човен, води павен, Ніхто не спиняє. Кому спинить рибаленьки, На світі немає. Песни на концерте звучали в самых разных стилях. Шикарно исполнил блюз Леонид Голдерберг. Вообще казалось, что мы находимся на каком-то американском сейшене. Гармошка Виктор Байрат. Блюз душі не позволи Пропасть не за грош. Блюз гитар і ды І достаточно буде Садник в дикій степі Слышить, що под копыль І со мною зв'язан. Значально на концерті є анекдоты. А є росіяни, є москалі. А як їх відрізнити? Ну, от Марія виступала. Росіяни живуть, ну, вони якби живуть в Росії, а от москалі живуть в Україні і заважають розбудовувати неньку Україну. Добре, діто, ну, то зрозуміло. От є українці, а є хохли. Ну, як тобі сказати, ну, українці – це ж стара нація, в них співуча мова, в них такі гарні традиції, діра, че вони живуть в Канаді. І детські пісні з тремя популярними словами. Ля-ля-ля! 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 Вдруг родители не знают, каким бедненьким помочь, ведь она у всіх бывает, не спала почти ніч. А наутро я решила, Мелу брата попрошу, і на всіх заборах крупно слово попа напишу. Ля-ля-ля! 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 І, конечно, звучала на концерті і поэзія. «Где-то там, за зеркалье, на той стороне, мой колега крутился на той же волне. Ты, конечно, не прав, ты, надеюсь, не рад, мой Донецко-Луганско-Российський собрат. Моя бедна родина в мире сама, моя бедна родина сходит с ума и рождает вождей тугим завитком тряся, она стоит, колупая печку, вздыхая, такая вся. И вместо вдумчивого ответа играющим поддавки не стройно в ней дребезжат от ветра пугливые позвонки. Несушка клопчет, ромашка вянет, пью ног залепил окно. Один залюбит, другой обманет, а третьего не дано». Ближе к финалу прозвучала колыбельная для дочери в исполнении обладателя гран-при этого года Бардерского фестиваля памяти Галича в Днепре в исполнении Владислава Бондарькова. «Спи, моя крошечка, тело моего тежа, лучик моего солнышка, засыпай, спи, чудо Божие, на меня похожие, спи, мое хорошее, мое». И, безусловно, «Не будем грешить». Многие словучане приходят на подобные концерты, чтобы еще раз послушать комментатора и лидера бардовского эмористического движения под названием «Чайхана» Виктора Байрака. «В углу стоит пустая тара, двенадцать пепель нет с бычков, и отражается гитара, в стекле залапанных очков, на улице собаки лают, наверное, скоро будет март, счастливых бардов не бывает, а кто счастливый, тот не бард». Всем, кто хочет послушать песни и стихи практически в полном объеме, рекомендуем на этой неделе в пятницу 30 августа в 19.35 включить наш канал, и вы увидите «Бардовский вечерок» 2019 года. А в финале этого сюжета позвучала, пожалуй, одна из самых мощных украинских бардовских песен, и, кстати, вполне символичная. «Переведи меня через Майдан». И прежде чем вы увидите традиционное фаер-шоу, обещания от Байрака, что и в следующем году «Бардовский концерт» в конце лета обязательно состоится в Слаутич. «Если буду жив, хоть сколько-нибудь обязательно приеду, мы все обязательно приедем, команда, она с каждым годом начинает опять увеличиваться и увеличиваться. У нас сегодня, даже вчера, у нас уже еле хватило места вдоль дневного. Я слышал об этом концерте. Все нормально, замечательно. А в финале фрагмент из 10-минутного фаер-шоу. Единственное, что хотелось бы пожелать славучанам, все это интересно не по телевизору, а вживую. Атмосферу передать очень сложно. Субтитры подогнал «Симон»